Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и сегодня у нас в гостях руководитель центра профилактики борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Игорь Мартынов. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Здравствуйте. Какие есть стадии развития ВИЧ-инфекции? Ну да, ВИЧ-инфекция, конечно, не мгновенно возникает, она развивается в организме постепенно. Первая – это инкубационная стадия, когда вирус попадает в организм. И в основном она длится от 1 месяца до 3, бывает меньше, но от 1 до 3. Но в редких случаях это 6 месяцев и в совершенно редких случаях это 12, до года. Поэтому люди, которые приходят обследоваться на ВИЧ на следующий день после какого-то случая, контакта, результата истинного не получат. Обследоваться надо как минимум через месяц. Правильно ли ВИЧ-инфекцию называть СПИДом? В чем вообще различие? Ну, как мы уже сказали, что ВИЧ-инфекции нет как стадии. В основном большинство людей, которые стоят у нас на учёте, а у нас более 3000 человек, 3400 на учёте, находятся в стадии так называемой субклинической. То есть, внешне она никак не проявляется практически. Только врач может заподозрить что-то, потому что увеличиваются ли пузлы на теле человека. А так никаких, в общем-то, изменений нет. Но если человек не лечится, если он не знает о своём заболевании или же как бы на болевательские относится, болею и болею, то, естественно, всё течёт в одном направлении – ухудшение состояния, самочувствие. И через несколько лет эта стадия субклиническая длится в основном где-то 6-7, может быть, 8 лет. Всё зависит от состояния организма. Она переходит в другие стадии. Стадия 4 – это субклиническая 3. Первые две я пропустил. Ну, не столь важно. Четвёртую стадию. Это четвёртая стадия тоже делится на несколько подтипов – А, Б, В. Ну, СПИД – это, так скажем, наиболее тяжёлая стадия ВИЧ-инфекции, когда возникают заболевания, которые нормального, то есть, здорового человека не возникает, потому что нигде-то у него сохранён. И проявляется эта стадия вот именно этими заболеваниями, такие как онкологические заболевания, какие-то вирусные, например, цитомигаловирусные, поражения мозга таксоплазмой, пневмониями, которые не бывают у здорового человека. Это так называемые СПИД-индикаторные заболевания. Их достаточно много, пересчислять все их не буду. Но, тем не менее, если дальше даже в этой стадии человек как-то не обращается к врачу, то всё закончится очень печально. Но если ещё несколько лет назад, ну, как, больше 10 ВИЧ-инфекций считалось, безусловно, смертельным заболеванием, потому что лекарств не было, и бороться с вирусом мы не могли. Сейчас это заболевание переведено в разряд хронических заболеваний. То есть, даже в стадии СПИДа, если человек придёт, всё-таки обратит на себя внимание, или врач при обращении ВИЧ-инфекции заподозрит, ну, для того, чтобы заподозрить и подтвердить, необходимо обследоваться, то даже в этой стадии, в общем-то, если человек попадёт к специалисту, ему назначают препараты, и не всё печально. Можно, в общем-то, продолжать жить и с этими заболеваниями бороться, и победить их. Это сопутствующие ВИЧ-инфекции, конечно, нет, не победим, потому что ВИЧ-инфекции вылечить нельзя. Этот вирус пока не излечим. Но вот те заболевания, которые возникают на фоне снижения иммунитета, к которому приводится воздействие вируса, с ним можно бороться. Ну, всё равно, в общем-то, это не в любом случае. Бывает, так приходят люди или появляются на таких поздних стадиях, что медицина бессильна. И заканчивается всё печально. Какие симптомы появляются в первые месяцы после заражения? В первые месяцы после заражения, ну, вот, видите, я бы сказал, что даже до года бывает инкубационный период. То есть, человек ничего не чувствует. Ну, конечно, до года это очень-очень редко. Там, в общем, 2% из 100. В первые, там, до трёх месяцев инкубационный период в основном длится организм. В общем-то, человек ничего не чувствует. Потом, возможно, проявления какие-то. Ну, чаще всего это грибоподобные такие стаи. Ангины, какие-то высыпания. Могут быть поражения грибковые, там, слизистые рта, даже бронхов из пищевода. Повышение температуры. Ну, это длится от 3 до 6 недель. То есть, таких специфических симптомов, по которым, можно сказать, вот у вас ВИЧ-инфекция, таких нет. Можно убедиться определить это заболевание только при исследовании крови. Исследуют это методом иммуноферментного анализа, забор крови из вены. И на следующий день, или даже в этот же день, ну, чаще всего, на следующий мы получаем результат, от которого дальше мы можем, на который иритируется, дальше можем обследовать человека и убедиться, есть ли у него вирус всё-таки или нет. Расскажите о самых распространённых способах заражения и в целом. Как можно заразиться? Ну, способов немного распространённый. Это незащищённые половые контакты. Оботребление наркотиков внутривенно. К сожалению, вертикальная передача вируса, может быть, от больной матери при беременности, во время беременности, во время родов, в плоду. И если, опять же, не установлен у мамы диагноз вовремя, каким-то чудом, хотя это может быть, потому что мама может быть в так называемом серонегативном окне, когда вирус уже есть в организме, а мы своими методами не можем определить. Она как бы не знает об этом, то, что она больная, и продолжает кормить ребёнка. Дай Бог, что у всех матерей было молоко, но вот этой больной тоже, допустим, есть молоко, и ребёнок употребляет молоко в пищу, он развивается, но попадает к нему таким путём вирус. Вот эти пути, которые могут заразиться вирусом, иммунодефицита человека. Сколько сейчас заболевших в Рязанской области, и какова вообще динамика распространения? Ну, за всё время наблюдения, это ещё с прошлого века началось, выявлено 5960 человек. Из них более 2300 округляем, к сожалению, уже нет с нами, они погибли. И вот эта разница в основном, ну, вот я бы сказал, что у нас на учёте около 3300 человек, чуть меньше. Ну, вот такая цифра. Они наблюдаются, лечатся. Лечение добровольное, именно лечение. Предлагаю, пожалуйста, лечитесь, потому что без лечения, мы уже тоже об этом говорили, к чему может это дело привести. И обследуются, обследуют, сколько вирусов в организме, то есть мы контролируем эффективность лечения. Вирус должен будет снижаться, вообще не определяться, если эффективно лечение. И как ведутся иммунные клетки, иммунитет. То есть иммунитет, если значительное поражение, то на фоне лечения нарастает иммунитет, иммунные клетки. Ну, если мы в разных стадиях, то вирус не успел, так сказать, своё чёрное дело сделать. Вот клетки иммунные достаточно высокое количество, то они не страдают, и человек сохраняет, в общем-то, жизнедеятельность полностью, и качество жизни. Как установить, что человек заражён ВИЧ-инфекцией? Ну, это я касался носа вскользь. То есть необходимо сдать кровь на ВИЧ, который исследуется, основной метод иммуноферментный анализ. Исследуется, обнаруживают антитела, антигены этим методом, то есть антитела, это защитные клетки, которые вырабатываются организмом, чтобы защититься от вируса, а антигены – это сам частицы вируса. И путём выявления вот этих структур, если они есть, то человек, в общем-то, считается, дальше ставится там иммунный блод, в общем, дальнейшие исследования. Ну, первый вот толчок – вот это, если положительный результат, дальше человек обследуется и приводит к какому-то результату. Или подтверждается заражение, или же, значит, отвергается. Ну, соответственно, с дальнейшими последствиями в себе. Помимо терапии лекарствами, важна ли для больных психологическая поддержка профессионалов? Ну, конечно, конечно, это очень важно. Хотя терапия является основой, потому что одной психологической поддержкой не обойдёшься, мы понимаем, что на вирус действуют препараты. Но когда у человека обнаружили такое заболевание, в общем-то, любая болезнь, она не приносит радости. Даже насморк – мы мучаемся, да, платок, капли, покраснение глаз, не рады ни себе, ни окружающий от нас шаракается. А здесь наличие вируса, тем более опасного такого. Одно дело лечиться, а другое дело, в общем-то, человек должен понимать, к чему это может привести, что не сразу объясняет не только врач-инфекционист, но и врач-психолог, который есть у нас в центре. И его поддержка, она большую роль играет не в выздоровлении, конечно, а в улучшении состояния. Потому что человек, может быть, ждёт, я начал принимать лекарства, а мне ещё улучшения нет. А улучшения, ну, болезнь длительная, она годами, я уже сказал, что стадии длятся, да, за какие-то месяцы, за дни улучшения невозможны. Опять же, это не насморк, который проходит, в большинстве случаев, за 5-7 дней. И тут уже включаются люди, которые объясняют, что у них всё потеряно, что надо крепиться, что надо терпеть, потому что препараты, ну, любые препараты, да, некоторые говорят, вот эти препараты натуральные, природные, это химические, а в основе всего, всего, что есть на свете человека, окружающего мира, являются химические элементы. Препараты – это не, извините, не шоколад, они имеют определённые некоторые побочные явления. Объясняют людям, что надо терпеть, всё пройдёт, всё, как говорится, придёт всему своя череда. И вот это объясняют наши психологи. Где можно сдать тест на инфекцию бесплатно? Да, этот тест, он и сдаётся бесплатно, плату мы, ну, как мы, государственные структуры за это не берут. Тест на ВИЧ можно сдать в Центре СПИД, то есть, спортивный 9, государственное бюджетное учреждение, областной клинический, кожный и биологический диспансер, пятый этаж в любой, ну, выходные нет, а так, может, человек прийти и сдать. Ну, если человек хочет, он может сдать анонимно, но в этом, я ещё раз говорю, нет смысла, потому что, если выявляется информация о том, что человек заболел, никуда не уходит за пределы лечебных учреждений нашего Центра. Но если выявляется у человека эта болезнь, он дальше должен наблюдаться, лечиться. Но не лечение, не шо, это государство, которое бесплатно представляет все скопы лечения, обследование, контроль лечения. Но государство не может же выделять деньги какому-то министеру Икс. Он должен, она выделяет гражданину, да, человеку. И, извините, у нас отчётность финансовую никто не отменял. Поэтому деньги, и деньги, вернее, препараты, которые покупают деньги, это система, и всё, всё это должно учитываться. Поэтому человек, который обследуется, он должен, ну, не должен, конечно, желательно, очень желательно, чтобы он называл себя. Кто он? Может ли в паре, где один из партнёров болен ВИЧ-заболеванием, появится здоровый ребёнок? Ну, он должен появиться, здоровый ребёнок. Если люди, которые хотят иметь детей, заботятся о том, что он был здоров. Потому что, потому что, если кто-то, а именно, если мама больна, даже не папа, вот если мама больна, заражена, если она здорова, если у неё не находит вирус, контролируем этот вопрос, да, то ребёнок будет здоровый 100%. А вот если она больна, она должна встать на учёт к нам, получать терапию, ну, там, с третьего, с первого, по истечении первого месяца, да, получать терапию, да, ну, чуть полутора месяцев, начинать лечение ВИЧ-инфекции, и гарантия, что ребёнок будет здоровый, уже возрастает, ну, практически до 99%. А вот если она не лечится, то от 40 до 60% возможно появление больного ребёнка. Можем ли мы перечислить мифы об этой болезни? Например, такие, то, что можно заразиться ВИЧ через поцелуй или посуду? Ну, назвать мифом – это просто неграмотность, к сожалению, это не миф, это неграмотность. Мы стараемся, в общем-то, при наших лекциях, при общении с населением всегда такие, ну, мифы или какого угодно назвать, такие вещи отмести. Вирус в слюне есть минимальное количество, оно не является заражённым. Но я сейчас не буду, там литра надо слюны, чтобы заразиться. Это, мы понимаем, что это просто сказка какая-то. Спасибо большое, Игорь Сергеевич, что пришли к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи», и я её ведущая Кристина Бочкарёва. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова